Спонсор показа – магазин Эльдорадо. Четверть миллиона потратили неправильно. Против коммунальщиков Белоярского возбуждено уголовное дело. Счастье рядом с проблемами. В эти выходные Гагарка отметила свой день рождения. Подружились со стихией, как сборная БС по дельтапланиризму выиграла чемпионат России. Здравствуйте! В эфире программа «Детали дня» в студии Екатерина Тонких. Украли четверть миллиона? Руководство предприятия «Белоярские тепловые сети» почти два года незаконно расходовало средства, поступающие от населения в качестве коммунальных платежей. Об этом сообщила сегодня областная прокуратура. Отдел дознания Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России Заречный возбудило уголовное дело по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса, то есть причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По факту неправомерной деятельности могут «Белоярские тепловые сети», причинившие ущерб «Белоярскому городскому округу» в размере, превышающем 250 тысяч рублей. По версии следствия, последние два года руководство муниципального предприятия «Белоярские тепловые сети» незаконно начисляло денежные средства сотрудникам предприятия по договорам подряда, в частности, за выполнение работ в основное рабочее время, а также договорам аренды транспортных средств, заключенным без производственной необходимости. И все эти начисления, по словам дознавателей, проводились за счет коммунальных платежей, полученных от населения Белоярского городского округа. В настоящее время обвинений по делу не предъявлено. Производятся допросы руководства и работников МУП «Белоярские тепловые сети». Правоохранители подчеркивают, ход расследования этого уголовного дела находится на контроле прокуратуры Свердловской области. Водитель Митсубиси не уступил дорогу встречному форду. Иномарка в Дребезге. Водителя спасли подушки безопасности. Это дорожно-транспортное происшествие случилось накануне утром на перекрестке Ленино-Ленинградская. Как рассказали нам в ГИБДД, оба водителя двигались на зеленый сигнал светофора. Автомобиль Митсубиси при повороте налево должен был пропустить двигавшийся прямо в Форд Фокус. Но, как пояснил виновник, встречная иномарка появилась внезапно, и отреагировать он просто не успел. В результате автолюбители столкнулись так, что от удара в Форде сработали подушки безопасности. На место происшествия были вызваны инспекторы ГИБДД. Проверка подтвердила, что виновник аварии – водитель Митсубиси. Теперь ему грозит штраф в 100 рублей. А вот пострадавший автомобиль с лопнувшим двигателем и пробитым радиатором теперь, похоже, пойдет на запчасти. Деревня Гагарка отметила свой очередной день рождения. Какой? Неизвестно. Дата основания уходит во вторую половину 17 века. Всю свою многовековую историю деревня славилась своими жителями, которые, если и покидали родные края, то обязательно сюда возвращались. Сегодня в Гагарке живет почти 400 человек. И каждый уверен, что нашел здесь счастье. Чем так притягивает деревенская жизнь, выяснила Мария Морозова. Более трех веков на страницах истории Урала. Ко дню рождения деревни местные жители готовились со всей душой. Сегодня главные гости юбилея – мэр Заречного и представители администрации. Они приехали сюда не только поздравить сельских жителей, но и поговорить с ними о наболевшем. Когда вы заключите в плате денег, чтобы условно не сойти? Вопросы, в основном, конечно, бытовые. Есть проблемы с ветхим аварийным жильем. Действительно, есть бараки, которые требуют ремонта, переселения. Есть проблемы с вывозом твердых бытовых отходов, с мусором. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы эти вопросы решить. Житель деревни Федор Сирков тоже решил воспользоваться шансом и подойти к каждому чиновнику. Больше всего студента беспокоит здоровье местных подростков. Будучи спортсменом, он мечтает открыть в Гагарской школе спортивную секцию. Главное – найти единомышленников. Это дело не двух минут, это точно. Но по аренде помещения, я думаю, договориться будет можно. И даже, скорее всего, бесплатно. Я думаю взять наиболее компетентного либо физкультурника, либо какого-нибудь парня, ну, молодого человека. Обучить его всему, чему я знаю сам. Сам Федор успел пожить и в Заречном, и в Екатеринбурге. Но для постоянного места жительства выбрал Гагарку. Несмотря на коммунальные проблемы, здесь плюсов больше, чем в городе. Нет суеты, автомобильных пробок, а вместо тесной квартиры – свой дом. Мне нравится деревенская жизнь. Мне нравится расположение деревни, что до Екатеринбурга и до Заречного очень быстро можно набраться. А жизнь здесь, я считаю, лучше. Потому что здесь более приятные условия. Свой дом, свой двор. Это здорово. Во, 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 ребятки, молодцы. Коренные жители Гагарки Сергей Мухлынин и Надежда Ланских тоже никогда не станут городскими жителями. Сегодня они, как и в любой праздник, развлекают местную ребятню. Воспитывать подрастающее поколение уже давно стало их общим любимым делом. Готовы? Да. Он методист дома-досуга, а она библиотекарь. К общему делу всегда подходят вместе. Так повелось еще со школьной скамьи, признается Надежда Андреевна. Будучи школьниками, они с Сергеем сидели за одной партой. Вместе решали контрольные и даже были влюблены друг в друга. Малыши были совсем в седьмом классе, так что он благополучно уже забыл. Затем началась взрослая жизнь. Надежда Андреевна переехала в Ташкент, но спустя 23 года вернулась в родную деревню. Почему? Ответ прост. Здесь остались ее детство, юность, первая любовь и душевная теплота, объединяющая жителей в одну большую семью. Многое значит то, что мы всех вокруг знаем. Где бы что ни произошло, мы обязательно с этим человеком знакомы. Мы как-то с ним встречались, говорили, видели его, и поэтому его проблемы нам не так уж далеки, как это бывает в большом городе. А это вот у меня веселые ребятки, там вон Георгинки у меня. Люди всегда возвращаются туда, где им когда-то было хорошо, уверена пенсионерка Людмила Зуева. В Гагарке она родилась и выросла. Сюда же и вернулась после долгих лет работы на одном из екатеринбургских заводов. Для нее Гагарка – это место гармонии. Я ценю тишину, потом я всегда могу выйти сюда отдохнуть, у меня свежие овощи, свежий лучок. Это я начинаю с апреля месяца уже кушать свои свежие овощи. Главное у меня тишина, вода и воздух. С тех пор, как Людмила Александровна вернулась в Гагарку, разводить цветы стало ее страстью. Сегодня их здесь более 50 видов, плюс 8 сортов яблонь, за которыми следит супруг Людмилы Евгений. Эти деревья он посадил по приезду в деревню еще 20 лет назад. С тех пор так с яблонями рядом и живут. Променять такую жизнь по соседству с природой на большой город они, конечно, тоже не смогут, как и большинство жителей Гагарки. Кто бы ни уезжал отсюда, все равно вернуться. За три с половиной века – это уже доказанный факт. Мария Морозова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Они дружат с ветром. Команда Белоярской атомной станции стала чемпионом России по дельтапланеризму. Соревнования, проходившие в этом году в Башкирии, собрали 34 пилота из России и Украины. Помимо командных побед, есть у БСовцев призы и в индивидуальном зачете. Денис Анисимов продолжит. Главная задача дельтапланериста – поймать восходящий поток воздуха, уверены профессионалы. Со стихией нужно дружить. В команде Белоярской атомной станции лучше всего в этот раз дружить с ветром получалось у Юлии Кучеренко, несмотря на то, что на соревнования она отправилась с чужим дельтапланом. Желтого комбата у меня еще никогда не было. Вообще желтого, бельтапланов не было. Юлия Кучеренко занимается не так давно, всего лишь 10 лет. То есть для того, чтобы достичь таких высот, она, в общем-то, мировая знаменитость, чемпионка Европы. Вот это очень хорошо и быстро прогрессирующий спортсмен. Из 34 спортсменов, съехавшихся в Баштирию на чемпионат России, Юлия заняла второе место в индивидуальном зачете. Для этого ей пришлось провести в воздухе без посадок около пяти часов. Все это для того, чтобы преодолеть расстояние 120 километров. Именно в этом и заключалось соревнование – пролететь быстрее всех по заданному маршруту. Также не меньше пяти часов в небе провел зареченец Олег Андреев. Его результат – третье место в личном зачете. К тому же он принес немало очков сборной Сырдовской области и команде Беларской атомной станции. Сереж, вы пока собираетесь, я Андреева по навигатору найду. Где он? Он дальше, да? Он где-то в том краю. Благодаря Олегу Андрееву и еще одному зареченцу Александру Калужину, Сырдовская область заняла первое место среди региональных команд. А сборная Беларской атомной станции победила в зачете дельтакубов. Но услышать поздравления от земляков пилоты не успели. Не распаковывая чемоданы, отправились покалять небо другой страны. Они отправились на чемпионат Казахстана в Алма-Ату. Там будет двое соревнований – чемпионат Казахстана и Кубок Казахстана. Я надеюсь, что без призов они оттуда не вернутся. Денис Анисимов, Иван Козырев. Детали дня. Физик и лирик в одном лице. Доктор технических наук, ученый-физик и зареченский поэт Георгий Серняев отпраздновал 70-летие. Свой день рождения и юбиляр решил провести в формате творческого вечера в клубе любительских объединений. «Померкло все, что горело и несло, что раньше было дорого и свято. Другая деталь, другое ремесло, теперь зовут, влекут меня куда-то». Будучи урожденным физиком, Георгий Серняев никогда в жизни не слагал ритмы. С поэзией он познакомился буквально пять лет назад, когда вступил в ряды гореченских лириков клуба «Парус». Тогда ученый неожиданно открыл в себе романтичные способности и с тех пор сочинил сотни стихов. А в прошлом году издал собственный сборник под названием «Зарево заката». На юбилее поэт признался, что к печати готовится еще одна книга. В нее вошли 48 ранее неопубликованных стихотворений. Как физика помогает Георгию Серняеву дышать в унисон с поэзией и как запечатлеть любимые лица без фотоаппарата, расскажем в следующем выпуске программы «Детали дня». Накануне россияне отметили День государственного флага. Официальному символу России исполнилось 20 лет. Дата немаленькая и уже, казалось бы, можно было привыкнуть к белой-сине-красному стягу. Но, как выяснили наши корреспонденты, не все зареченцы точно знают, как выглядит триколор. Белый, красный, потом этот, синий. Значит, красное полотно, здесь вот серп и молот в уголочке, и полосочки там голубые. Трехцветный триколор. Синий, красный и белый. Белый, синий, красный. Еще труднее зареченцам было объяснить значение цветов государственного флага. Трактовки были разнообразные. Белое небо, синяя вода, красный огонь. Я точно не скажу. Ой, даже не знаю. Забыла. Ну, для меня ничего. Для страны не знаю. Белое – это небо. Сейчас, подождите, белое небо, но... Но я помню красное, что это вода. В чем точно не возникло трудностей у гаража, так это в отношении к российскому флагу. Больших эмоций молодой символ пока не вызывает. Я горжусь флагом. Индифферентно. Причин много. Называть не будем. Дело же не в символике, правда. А в том, какая жизнь пошла. Как обычному флагу. Ну, атрибутик, она необходима, наверное, в любых сферах. Но ее надо подкреплять чем-то, чем другим. Тогда он будет восприниматься и уважаться гораздо сильнее. Патриот люблю. Флаг наш, да, он очень красивый такой. Тушить пламя за секунды пытались представители подразделений БС. В эту субботу для них устроили соревнования по пожарно-прикладному спорту. Отчего трясутся ноги энергетиков? И что значит сила, ловкость и скорость? По-БСовски расскажет Данил Кельдюшевский. Бросай, резерв бери! Давай! Огнетушители не срабатывают. Досадная ситуация. Но, как и в жизни, на соревнованиях случается всякое. Татьяна Волкова принимает участие в эстафете добровольных пожарных дружин впервые. Говорит, результат мог быть и лучше, но подвела техника. Первый раз тушила. Мандраж. Руки, ноги трясутся. Ну, вроде, сделала все правильно. Спасибо. Шире, 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 шажочек. Бросила, пошла. Светлана Плотникова участвует в этом соревновании не первый год. Но в этот раз на одном из этапов разволновалась. Собраться не помогла даже поддержка болельщиков. Муже, чем в прошлом. В плане тушения пожара. Не знаю, почему. Так судьба повернулась. Такие чувства на финише у участников. Нет ничего удивительного, что все хотят победить. Соревнования для БСовцев престижные, с большой историей. Впервые такой забег состоялся в 1964 году. Тогда он задумывался для того, чтобы привить работникам станции и ее подразделений навыки в тушении пожара. Бум, рукава, мяч и огненная ванна. Участники всегда мчались к финишу с энтузиазмом. Менялись лишь скорости, говорят организаторы. Если раньше тушили пожар за 15 секунд, то теперь могут за 10 и даже за 7. Кузьма Ермашкаев когда-то сам принимал участие в подобных соревнованиях. Сегодня он судья и рассуждает об эмоциях, которые кипят в душе спортсменов. Пожарно-прикладной спорт – это сила штангиста, скорость спринтера и ловкость гимнаста. То есть три в одном получается. О чем говорил ветеран пожарно-прикладного спорта, стало в полной мере понятно чуть позже, когда начался мужской забег. Тут разгорелась поистине напряженная борьба. Здесь честная борьба на дорожках демонстрирует все, на что способны. Чтобы люди видели, что пожар можно победить максимально быстро. Максимально быстро с тушением пожара справились Елена Попова и Михаил Никитин. В командном первенстве лучшие результаты среди мужчин показала четвертая команда «РЦ-2», среди женщин – команда «ОКО». Данил Тельдушевский, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. На минувшей неделе стартовал городской чемпионат по футболу. 11 команд в ближайшие месяцы будут выяснять, кто же из них достоин звания чемпион Заречного. То, что борьба получится зрелищной, сомневаться не приходится. Первые же игры доказали – футбол в Заречном играть умеют. Марина Минина продолжит. Разминка перед матчем. Футболист команды стадион Невского Александр Горбунов сегодня намерен забить гол в ворота соперника команды УМ. Уверен, что майка с именем его любимого нападающего принесет в этой игре удачу. На удачу и профессионализм надеются все футболисты, которые пришли сегодня на «Электрон». О том, что городское первенство по футболу все-таки состоится, стало известно только недавно. За два дня до начала турнира организаторы составили список команд. Некоторым игрокам пришлось знакомиться прямо на футбольном поле. Про турнир я только узнал недавно, что сейчас состоится такая команда. Вот только сегодня собралась, так чуть-чуть познакомились с ребятами. Всего на чемпионат по футболу заявились 11 команд. Это сборные организации города, а также представители близлежащих деревень – Курманки и Мизенки. Всем им предстоит сыграть друг с другом. Турнир проходит по так называемой круговой системе. Турнир проводится так же, как любой российский чемпионат. То есть, играют определенное количество команд. Каждая команда играет со всеми другими командами, так сказать. То есть, каждый с каждым сыграет. Это получается более 110 игр. По-настоящему зрелищным стал второй день турнира. Матчи Уэм против стадиона Невского зрители смогли увидеть сразу 6 забитых мячей. Первыми счет открыли футболисты Уэма. И весь первый тайм проходил под их диктовку. Во втором соперники перехватили инициативу, но отыграться не успели. В целом, говорили зрители под занавес матча, игра получилась у обеих команд. Как считаешь, удалось вообще увидеть хорошую игру? Ну, нормально. Есть моменты, которые можно посмотреть. Так что, как бы, это... Все, игра окончена. Счет 4-2, Уэм выиграл. У Александра Горбунова еще будет шанс забить победные голы за свою команду. Впереди у стадиона Невского 9 игр. Примерно столько же предстоит сыграть и другим командам. Городское первенство по футболу завершится не раньше октября. Марина Минина, Антон Горяков, Иван Козырев. Детали дня. Мы следим за тем, как развиваются события на городском футбольном первенстве. Накануне прошли два очередных матча. Турбинный цех выиграл Мизенская 4-2, а команда Ю потерпела поражение от Дю США. Счет 1-4. Кроме того, на минувшей неделе в чемпионате прошло 6 игр. Дю США победил деловой портал со счетом 2-0. Пока спортивная школа идет без поражений. Феникс обыграл Курманку 5-3, затем со счетом 5-2 одолел контур. Результаты других игр вы видите на экране. На сегодня основные лидеры турнирной таблицы – Феникс и Дю США. За две игры они получили по 6 очков. На третьем месте команда Чикак Белла. У них 4 очка. На эту неделю запланировано еще 8 футбольных матчей. Напомним, игры проходят на рыжем поле стадиона «Электрон». Начало матчей в 19.00. Все детали сегодняшнего выпуска мы собирали для вас. Важные события, интересные люди. Рассказывайте о них и вы. Звоните нам по телефону 71172. За лучшую новость мы дарим подарки. А на сегодня все. С вами была я, Екатерина Танких. До встречи. Спонсор показа – магазин «Эльдорадо». Ой, какие хорошенькие. Маленькие. Цены очень хорошенькие. «Эльдорадо». Невского 5. Здание универмага. «Эльдорадо». Всем пока.